Хочу провести тест камеры смартфонов Samsung Galaxy S9+. Тест этот я хочу провести в сравнении с предыдущим флагманом от Samsung Galaxy S8+. И вставить небольшие вставочки и сравнение с старым флагманом от Samsung S6. Ну, так как по случаю он у меня есть, интересно, как три поколения флагманов от Samsung повлияли на камеру и на качество съемки фото и видео. Тест я хочу провести в максимально потребительских бытовых условиях, приближенном к реальности. Преимущественно в темном, полутемном помещении, в вечернее время суток, ближе к ночному. Почему именно так? Потому что, как многие знают, в дневное время суток на улице, при дневном свете, естественно, фотографии почти на любой смартфон получаются очень хорошие. И тут секрета никакого нет. А в случае, допустим, вечерней съемки, ночной, в темном помещении, уже качество сильно меняется на разных смартфонов. Ну и в частности на флагманах. А так как в этом смартфоне у нас изменяемое диафрагменное число появилось, там 1,5, 2,4, то интересно будет посмотреть, насколько действительно это актуально, этот параметр в смартфоне. Впервые все-таки мы это видим. Конечно, добавлю еще фотографии при нормальном освещении, чтобы как-то разбавить эти тесты. Первое, с чего можно начать и показать, это настройки приложения камеры, стоковое приложение от Самсунга. Здесь можно поменять формат записи видео. Допустим, Ultra HD 60 кадров. Впервые в Самсунге появилась такая опция. Вот. И сейчас я покажу. Значит, ограничение записи. Ограничение записи при таком формате ролика у нас 5 минут. То есть ролики режутся по 5-минутным отрезкам. Что касается 4К видео при 30 кадрах, то тут у нас, как и было раньше, интервалы роликов 10-минутные. То есть ролики режут на 10-минутные отрезки. При Full HD 60 кадров ролики пишут у нас также 10-минутные. Без ограничения по времени, как и было на старом флагмане, у нас идут ролики только Full HD. То есть мы можем записать без каких-либо ограничений только Full HD. Остальные форматы, к сожалению, нас Самсунг ограничивает и режет на отрезки. Фотографии я буду делать в автоматическом режиме. Хотя, конечно же, у нас в профессиональном режиме можно сделать интересные настройки. У нас здесь три параметра, регулируемые вручную. Это параметр ISO, выдержка и диафрагменное число. Мы можем руками это подгонять. Но я не профессиональный, даже не фотограф-любитель, поэтому сделать правильный кадр, подогнав эти параметры, я, к сожалению, наверное, не смогу. Поэтому буду, как и любой пользователь смартфона, рядовой использовать камеру в режиме авто. Субтитры создавал DimaTorzok Теперь эту же композицию сделаю при минимальном источнике света. Это дневной свет сквозь жалюзи. Здесь на камере еще более-менее как-то светло это выглядит. Глазами, конечно, еще темнее. Сейчас посмотрим, как эти камеры отработают именно с таким светом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Очень хороший пример портретной фотографии работы камеры в режиме живого фокуса. Таким вот образом удалось сделать портрет, замылить задний фон полностью. И здесь у нас в штатном приложении есть также возможность это размытие убрать, либо добавить. И оно же нам предлагает здесь какие-то дополнительные опции, вот это свечение переделывает в какие-то символы. Кролики, бабочка, самолет. Ну, не знаю кому это нужно, ерунда конечно, но тем не менее нам предлагают такое сделать. Вот, что касается самой фотографии, так вот она получилась, на мой взгляд, очень даже неплохо. Если посмотреть более детально с приближением, то видно, что границу он определил довольно хорошо. И по куртке, и по капюшону, по волосам тоже все видно довольно хорошо. Немножечко видна граница здесь вот по капюшону, по самой шерсти. И чуть ниже тоже вся граница определилась довольно корректно. Фотография получилась буквально там с первого, со второго раза в автоматическом режиме, без каких-то дополнительных хитростей. Для сравнения я сейчас поменял объект для фотографирования. Вот такую вот собачку взял светленькую, полностью открыл жалюзи, чтобы дневной свет попадал максимально. И в общем, как я уже смог заметить, да, в таком случае он ловит фотографируемый объект лучше. Причем даже он фотофон снизу здесь, детализацию полностью вырисовывает. Вот, а шишку с елкой сзади он хорошо размыливает. И в общем-то граница между фотографируемым объектом и фоном, она визуально, по крайней мере, на глаз, она незаметна. То есть он нормально все размыливает. Сейчас я попробую сфотографировать. Так, если поменять ракурс, вот немножечко он, если ракурс меняешь, ухо начинает размыться. Вот таким вот образом. Вот так довольно хорошо он берет в фокус собачку. Вот, а если я немножечко отдаляюсь от объекта, еще дальше становлюсь, то он больше мыло дает на шишку с елкой и больше фокусируется на переднем плане. Если, соответственно, я приближаюсь к объекту, то шишку он не так сильно размыливает, но и лучше детализирует сам фотографируемый объект. Вот, в общем-то, интересная довольно-таки опция от Самсунга, с ней можно поиграться. Я думаю, мне супруга за нее скажет спасибо, она фотографирует кондитерку, тортики свои, там пряники разные. У нее этот режим, мне кажется, очень хорошо для Инстаграма того же самого подойдет. Вот хорошо на этой фотографии можно посмотреть, как у нас программно убирается размытие фона встроенным приложением. Вот так вот максимально оно добавляется и убирается. Посмотреть границу на ушах у собачки и, допустим, шишки той же самой. Ну, в общем-то, и так, в принципе, видно, что он эту границу хорошо поймал. То есть, он не стирает никакие детали от самой собаки. Очень даже неплохо. Ну, можно сделать вывод, что в таком режиме камера Самсунга, она, ну, действительно, это интересная очень опция. Мне она нравится и, наверное, я этой опцией буду пользоваться. Вот, прикольно сделали. Единственное, что надо будет немножечко приноровиться и правильно, конечно, ловить объекты в кадре. Все-таки это больше подходит, наверное, для портретной съемки. И если фотографировать тех же людей, да, на каком-то фоне, оно должно работать даже, наверное, получше. К вопросу о стабилизации. Видишь, трясется, как этот самый телефон на держалке. Сейчас у нас 4К Ultra HD разрешение в 60 кадрах. Смотрим, как это на мониторе будет выглядеть. Но в движении на дороге очень трясется сам телефон. На камере видно? Поближе сделай. Еще ближе немножечко. То есть, видно, да, что он трясется? У тебя руки стряхнут. У меня рука больше трясется, чем телефон. Да, рука больше трясется, но он действительно трясется, если его так зафиксировать. Прям вот, ну, вот видно, на кочках прыгает. Смотрим, как это на мониторе будет выглядеть. Но в движении на дороге очень трясется сам телефон. На камере видно? Поближе сделай. Еще ближе немножечко. Видно, да, что он трясется? У тебя руки стряхнут. У меня рука больше трясется, чем телефон. Да, рука больше трясется, но он действительно трясется, если его так зафиксировать. Прям вот, ну, видно, на кочках прыгает. Так, теперь посмотрим. Сейчас, кстати, такой контраст будет, да. Заедем на парковку, там темнота. Ну, такое искусственное освещение, слабенькое. После дневного. На телефоне видно ярче, чем в жизни. Я хочу сказать, что там даже светлее, чем на самом деле. Выкручивает висок, как-то больше цвета ловит. Слушай, реально ярче, да, на високе? Да, как будто другое освещение. Глазами смотришь, тут довольно темно, темное помещение. Смотришь на экран телефона. Ну, их видно, как лампа там светит ярко. Смотри, видишь, аж аж горят прямо, аж они так не светят на самом деле. Довольно плохое освещение. Только свет фар, вот, самый близкий. Вечернее время, темное время суток. Вот оба смартфона работают в автоматическом режиме. То есть пишут видео в режиме авто, без каких-то дополнительных ручных настроек. Темное время суток. Вечер, почти ночь. О, довольно светло. В общем, много фонарей, много освещения искусственного. Вот так вот у нас отрабатывает камера. С8 и С9. Ну, вот глазами мне кажется, что С8 выкручивает ИСО автоматически. Потому что добавляются шумы. И немножечко отличается баланс белого. Но это надо будет на мониторе проверять. Потому что смотрю сейчас на экран телефона, на глаз это выглядит именно вот так вот. Гуляет фокус на девятке. Восьмерка вообще фокус не ловит. Вот столб поймать не... Ну, вот в темное время суток проблема с фокусировкой, как можно заметить на таких темных объектах. В принципе, светлые объекты фокусируют нормально. Теперь то же самое Full HD на 30 кадрах. Фокус у нас должен работать получше. Сейчас попробуем. Ну, вот сверху С... В моем случае сверху. Вот С9 фокусируется как-то поинтереснее. С8. Ну, в принципе, и тот, и другой не могут фокус выловить. И теперь старенький флагман от Samsung. Так как по случаю он у меня с собой оказался. Вот. Сравним, насколько три поколения флагманов от Samsung отличаются в съемке видео. Вот сейчас у нас Full HD, 30 кадров. Вот так вот в темное время суток картинка отличается на этих двух смартфонах. Ну, визуально, конечно, на С9 картинка поинтереснее. Ну, вот, но на мониторе будет интересно посмотреть, насколько С6 эту картиночку нам покажет. Насколько она будет отличаться по детализации, по шумам. Ну, вот на глаз видно, что шумы, конечно, большие на С6 сейчас. Быстрым шагом. Как это выглядит. На ходу мне не очень это все видно. Будем смотреть на мониторе. Заключительная часть моего ролика с небольшим тестом камеры нового флагмана от Samsung. Хотел пару слов сказать по поводу этого теста. Кстати говоря, сейчас я также записываю этот ролик на саму девятку в разрешении Ultra HD, 60 кадров. Что я хотел сказать. Я старался провести этот тест в таком же сценарии использования, в котором его будет использовать большинство потребителей. Ну, людей, которые покупают эти телефоны. Грубо говоря, в автоматическом режиме. Я специально выписал параметры, какие этот автоматический режим выдает во время съемки под каждой фотографией, под каждым видео. Чтобы можно было сравнить, как этот автоматический режим отрабатывает, допустим, на той же восьмерке, на шестой галактике и, соответственно, на девятой. Потому что, как вот я сам убедился, в автоматическом режиме камеры эти работают по-разному. То есть у всех флагманов Samsung. У прошлогодних, я имею в виду. Я специально не пытался добиться каких-то лучших кадров, подгоняя фотографию, пытаясь поймать сочный красочный кадр там при дневном свете. Ну, потому что в обычном потребительском сценарии такое редко происходит. Люди, которые снимают фотографии с профессиональным режимом, ну, либо пытаются как-то выставить параметры, там тоже ISO, выдержку, диафрамму как-то подогнать под кадр. Ну, такое случается, но редко. В основном мы все-таки снимаем в автоматическом режиме, что я, собственно говоря, и показал. Вот. До этого теста я, в принципе, и не знал, что ожидать от камеры. То есть то, что я сейчас увидел, то, что я сейчас показал в этом ролике, для меня это, в принципе, тоже было довольно интересно. Какие выводы я сделал для себя? Ну, то, что действительно, как сказали Samsung, камеру они улучшили, но я бы не сказал, что улучшили кардинально. Потому что в каких-то сценариях восьмая галактика, ну, даже лучше, чем та же девятка. Конечно, в большинстве случаев девятка мне лично подходит больше. Ну, то есть она делает фото с эффектом бокея, вот с размытием. Она, в общем-то, дает возможность снимать 4К 60 кадров, чего нет у нас в восьмой галактике. Но, тем не менее, для каких-то рядовых фотографий, рядовых видео и восьмой галактике подойдет с головой. Потому что камера очень хорошая и здесь, и здесь. Что касается старого телефона Galaxy S6, ну, я просто решил включить его в этот тест, чтобы посмотреть, насколько камеры прогрессируют. Кто-то говорит, что камеры ухудшают со временем с новыми прошивками. Samsung ухудшает старые камеры, чтобы на их фоне, на фоне старых камер, новая камера оказалась лучше. Ну, мне так не кажется, потому что я вот пользуюсь, ну, не я вообще. У нас в семье шестая галактика уже 3 года, и мы очень много фотографий на нее делали и делаем. И видеоролики какие-то снимаем. Поэтому я не сказал бы, что качество в шестой галактике уже какое-то плохое. В общем-то, и восьмой галактике мне хватало с головой. Но то, что девятка стала чуть получше, это приятно. Хотя, конечно, непропорционально тем деньгам, которые за нее просят. Тем не менее, для фотографии профессиональной своей деятельности, как я говорил, моя супруга, которая фотографирует кондитерские изделия, когда лишний раз просто нет времени выставить свет, еще что-то сделать. И хорошая камера, она реально выручает, чтобы просто сохранить фотографию того же торта, капкейков, еще каких-то классных штук в свою портфолио. Спасибо за просмотр. Как всегда, надеюсь, что ролик окажется полезным, а возможно, кому-то даже интересным. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok